Зачем ты ко мне приезжаешь? Напомни, Ян, пожалуйста. Они работают. Не чувствуешь себя на арене цирка? Я? Это моя привычная стейл. Тише. Всем привет. Сегодня у нас очередной урок работы с лошадьми в руках. И, как вы можете видеть, небольшой спойлер, сразу с двумя лошадьми. Да, Ян? Да. Так что урок будет необычный, смотрите обязательно. Для начала мы должны понять, кто из этой пары двух лошадей у нас главный. И посмотрим, кто из них станет первым. По данной картине мы видим, что ведущий у нас это позер. С ним мы и будем работать. То есть он у нас головной. На место. На место. Хорошо. Каждый должен знать свое место. Кто головной, кто замыкающий, кто стоит в центре. Хорошо, молодцы. Вот сейчас мы в кадре видим двух абсолютно разных по характеру лошадей. Расскажи о них и как это проявляется в работе. Ну вот здесь наглядно на самом деле все видно. Если мы посмотрим на Ози, то Ози у нас типичный головняк. То есть это такой батя, который все четко знает, как нужно. Где-то он может простить какие-то косяки, но какое-то камство он терпеть не будет. Он покажет один раз, но покажет очень жестко. Ози прибавит. Хорошо, 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 отлично. Что касаемо фактора нашего серии... У тебя даже лицо поменялось. Фактор у нас лоботряс. Он такой маменький племяш, который приехал в гости к бабушке, чтобы немножечко поиграться где-нибудь там. Где-то пошутить, где-то попрекалывать. И что-то где-то вот прям намутить такое. Вперед, вперед, вперед. Как это проявляется в работе, вот на примере сегодняшней? Ну, сегодня мы можем видеть, что у нас фактор очень хочет быть инициатором, быть головняком. Ози, фактор. Ози, высь. Ура, фактор на место. Хорошо. Проявить свое, показать что-то, какую-то инициативу, какие-то предложения. Но терпила Ози, терпит, медленно бежит. Не позволяет ему нарушать дистанцию. В случае, если Ози у нас будет слишком медленным и фактор его обгонит, Ози, как на правах старшего, на правах головняка, он остановится и подождет, пока... Круг сгущится. Да, фактор придет и встанет на место. Ах, браво, молодцы! Ози, стоп, фактор, стоп, стоп. Отлично! Отлично! Вперед, лошадь, лошадь, фаркет, хорошо! Если мы работаем с несколькими лошадьми, лошадь должна всегда знать свою кличку наизусть. То есть, если мы ее окликаем, что именно к ней обращаются с каким-либо посылом, с какой-либо просьбой. Мы как-то хвалим, как отдельно лошадь, отдельно фаркет, отдельно лошадь, так и всех вместе. Это все бывает по-разному. Ози, фаркет, стоп. Травы, вперед. Умница. Ози, фаркет, стоп. Ай, молодцы! Супер! Итак, мы с Яной работаем уже, не знаю сколько, четвертый, пятый раз вместе. Если вы хотите взять урок работы в руках с вашей лошадью, то... То мы вас приглашаем сначала на Мастер Майнд, который будет у Юли. Да, это будет проходить онлайн. То есть, вы можете находиться в любом регионе, в любом городе. Записывайтесь на Мастер Майнд, где мы за два часа, я думаю, да, нам вполне хватит. Разберем какие-то ошибки, проблемы, поговорим с вами о ваших каких-то пожеланиях, что бы вы хотели добиться в работе с лошадью. В общем, два часа полезности и добродушной атмосферы. Но это все теоретический момент. Если вы хотите практику, то добро пожаловать ко мне на практически индивидуальное занятие. Да, в качестве проверки.